мне бы тоже так сделать дашь мне тряпок добрались до байкала пытаемся найти съезд возможно нам сегодня повезет четвертый день пути все как-то как-то сумбурно не по плану все не так как хотелось бы ну посмотрим что повезет на повезет утром остановились покушали бухлор бузы и позы искупались переоделись о да байкал прекрасен и с трассы и здесь такой же он все-таки огром ну вот припарковались идем вот там конечно красивей слева но здесь я думаю тоже неплохо тачаночки сколько раз ездил ни разу не трогал байкал вот первый раз а здесь клево водичка холодка я все и заснял что ты насрал да да все вы так говорите вас постигнет анальная кара таких да ну так тебя же она все время и постигает именно так круто круто ну вот там круче когда едешь дальше может там где-то будет еще съезд заедем надо хоть сфоткаться то думаю да когда-то в дремучий года наверно здесь рыбаки швартовались а рыбы пипец да в байкале наверно у нас глубиной 3 3 километра глубины 3 километра представляешь ну два километра здесь говорят такие чудовища водятся что даже лохнецкая отдыхает типа нас типа вас они вон в титровке в титровке водятся бойкать ты стоишь да да а че ты не смотрел не читал тут много всякой гадости от неизведанное дно Ну что идем исследовать Байкальский берег господа устраивают фотосессии всех ты что первый раз здесь что ли да а я тут на видео рассказываю что это уже 128 поездка твоя можно тебя в машину кинуть домой заберу потом камушек можно большая мошкары много а открывай машину тебе подарок это он татьяне руках ну конечно ты же видел трогал же водичку какая холодная холодно сегодня 9 я уже запутал 10 наверное июня достаточно холодно или недостаточно тепло неизвестно когда гоблины там он съемки проводит а мы здесь вроде по камушкам издалека он конечно более красивый наш Байкал но смотреть его конечно стоит край берега там за туманами край берега а вот там ничего что за мошкара везде какие-то мухи они ждут рыбу сто процентов они ждут рыбу так впереди нас ждет Иркутск Канск Красноярск Новосибирск Омск Урал Уфа Тольятти Самара Волгоград посмотрим куда мы доедем мы доедем обязательно пойдем к нашим не оригинальные камеры на гаупрос садятся я бы сказал приблизительно за 4 минуты съемки это печально оригинал снимал у меня почти трое суток час времени на снимал в общей сложности красота все равно какая-то печаль печальная как-то все это так выглядит я не знаю почему нельзя облагородить почему нельзя вот это вот не засявство убрать я не знаю как это еще назвать понятно что людям некуда деваться где им тут работать жить я не знаю ну блин мы развивать хотим местный туризм и вот этого не должно быть куда не приедешь там в других странах как-то все ухожено все равно в этих местах туристических зонах вокруг везде все для людей для гостей для туристов да там все зарабатывают денежку и у нас а у нас как как в сочи до грубо говоря не сервис ничего зато мы за все хотим конских денег как этот омуль за 300 500 рублей одна рыбина но не знаю я не знаю все это не должно так быть это все не то все неправильно а правильно то и не получается тут он мотоцикл привезешь 5 процентов накрутишь а все почему-то кричат что ты чуть ли не 200 процентов накрутил так и во всем остальном а с другой стороны может у них поборов слишком много и себестоимость этой рыбы те же 200 рублей они там только соточку накидывал даже не хочу на самом деле об этом думать но меня вообще удручает вся эта ситуация все что я повидал я объехал можно сказать практически всю россию конечно это мне был там в ямала ненецком каком-нибудь округе там меня не было но от мурманска до владивостока и там от коми всю убывал там где дорог даже нет на карта за беларусь все объехал беларусь мне нравится хоть белорусы почему ты говорят что лукашенко такой сякой есть не знаю мне кажется довольно неплохой по-другому просто не удерживаешься это короче закрыли тему вот этого всего факт в том что мы видим срач грязь ямы и и и разруха вон она вон она разруха мы это все видим а этого быть не должно вот и все не должно быть такого в таких местах спада впереди 4 господин появляется а а а и и и и и а мы все еще едем по байкалу дорога в хлам убитая просто невозможно за целый день мы выехали в 430 утра сейчас уже получается 1230 мы проехали только 350 километров я бы сказал что это ужас ужас ужасно а еще хотим на смотровую площадку заехать планировали вообще иркутс сегодня пройти дай бог до него доехали 140 километров смотровая площадка если такие наверно там и за ночью поскольку на смотровую мы не попали сниму вам култук сейчас вот будет тещин язык рассказывали все что-то там наисложнейший поворот не знаю честно я ничего сложного да неудобно неприятно ничего сложного я в этом повороте если честно а тут как обычно проб уже мне кажется здесь пробка всю жизнь сколько раз я здесь ездил она тут постоянно потом будет подъем а потом будет осталось 27 процентов на камере я не знаю хватит не хватит вот опять магазин и снова они поехали им не нужен магазин ну хорошо не нужен он так не нужен значит договорились ну все идем на спуск потом иркутск в итоге остался я один надоело большая толпа это не удобно неудобно ездить большой толпой два человека но максимум три все а когда больше трех это уже не езда когда начинаются одни хотят спать другие срать третьи не хотят спать хотят ехать дальше четвертые хотят в магазин пятые не хотят в магазин кто-то хочет остановиться покурить кто-то не хочет кто-то хочет раньше выехать или заехать кто-то позже и вот это все все я попросил остановиться в магазине проехали 25 магазинов никто не остановился я все таки плюнул на все это дело и поехал дальше они остановились на смотровой очередной какой-то площадке в магазине им было впадло останавливаться на смотровой не впадло в общем я поехал а они остались сзади это тоже неправильно надо быть умнее не умнее но это другая ситуация поэтому лично я считаю догонят самое главное во всех этих ситуациях ни с кем не ругаться вот и все поехал молча и все хорошо красота красота неописуемая ни камера ни телефон ни фото ни видео не передадут насколько это все красиво я посмотрю еще дальше не снимает камера там что-то попробовал увеличить приблизить отдалить вырезать обрезать не знаю не смотрел ничего из того что я отснял но это очень красиво это реально очень красиво и не передать как это красиво да? ага видел на Мальтику побывали да? можем себе позволить что ты делаешь? освежаюсь мы же на Мальтику купаюсь в океане что-то Александр я создал группу кстати да? создал? туда она была всех а то мы друг другу так звоним я назвал ее Эблан и добавил тебя и Александра пойдет вот это то что надо я думал сначала на какие-нибудь там а там оно само голову приходит да я знаю судьба поездки Эблан 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 ну а они что? в Турцию что-ли собрали? не хотят на Мальту ну они такие могут тут это пропустить блять или забить хуй поехать дальше блять ну я уже сказал что мы ждем ну да на Мальте с политье расскажи какую-нибудь историю веселую сейчас 12% на китайской батарее закончится уже 11 все ну так в голову не приходит специально да? когда? ну да а у тебя тут порядок ну если я стараюсь да ну я помню ты выкинул два мешка уже да а вот эта лестница она как костыли смотрит с первого дня это да это подогрев одному сибирику кубанскому покатаемую лестницу с Алгаранда из Владивостока в Краснодар и пообратно да? ну а что только за красная кнопка под рулем ух нет не знаю может это регулировка руля а я просто не ёг весь так 7% ай аай ай ай 7% если ну что они ляг�� одному тебе похуй мне что ебать подносить мне тоже дело дело делается потихоньку на делается я бы с удовольствием поехал бы вообще нет ни наш один а Субтитры сделал DimaTorzok